Здорово, парни! Давненько я сюда ничего не выкладывал, не снимал. Короче, хочу сегодня поговорить на тему как раз-таки съемки видео. Периодически разные всякие видеоблогеры начинают делать подобный контент, дабы, возможно, подтолкнуть кого-то к съемкам видосов или еще чего-то. Тем более, я наблюдаю периодически, что многие прислушиваются, как ни странно, к моим советам о том, чтобы начинать снимать видосы на YouTube. Но, как правило, они это делают либо как-то топорно, либо на какой-то там тапочек, либо еще что-то. Я хочу сейчас привести в пример как раз-таки свой путь, свои варианты, от чего я начал и к чему пришел, ну и так далее. Короче, в принципе, поговорить на тему оборудования для съемки, как снимать и в чем монтировать. По сути, это вот основные факторы. Самый первый свой видеоролик, как раз-таки Pro 1070 Mini, который я купил на Авито, по-моему, за 3000, какие были цены, конечно. Я снимал на седьмой iPhone. И, в принципе, я вот сейчас даже его посмотрел, достаточно удобоваримый, да, достаточно много мыла. Проблемы были там с записью звука, потому что у седьмого iPhone уже нет 3,5-мм джека. Там через переходник пришлось, а переходник по какой-то причине иногда щелкал. То есть, ну, звук записывался с щелчками каким-то странным, я так и не разобрался. Но сам факт, что если вдруг вы решите снимать, начать видосы, то, мне кажется, iPhone, в отличие от Android, как-то более подходят. Я могу здесь ошибаться, сейчас кто-то мне скажет, что на его там каком-нибудь Huawei, Xiaomi куда лучше камеры, чем на iPhone. Ладно, окей, парни, тут как бы вам решать. Но, в принципе, это очень хорошая отправная точка для съемки видосов. К тому же, вот сейчас в данный момент я снимаю на 12-й iPhone, и вы, я думаю, можете видеть, что качество достаточно неплохое. При этом я сейчас по в моменты вставляю во всякие тоже свои видосы, когда снимаю типа с головы. И вся эта съемка идет на iPhone, что, в принципе, достаточно неплохо получается, как мне кажется. То есть, перебивка такая с основной записи на запись с головы, она интересная. К тому же, если вдруг вы будете снимать достаточно близко, то есть вот примерно так, чтобы у вас лицо было прямо около микрофона iPhone, то он тоже пишет достаточно неплохой звук. Это надо учитывать. Короче, самый минимальный, так скажем, пак, мне кажется, это действительно iPhone, можно рассмотреть. Опять же, если вы шарите, где лучше камера и прочее, потому что я помню, даже Xiaomi какой-то мне давали за 30-ку, я его пощупал, блин, там то автофокус говно, то мыло, то у него роллинг-шаттер, начинался роллинг-шаттер, это когда у вас при резких поворотах картинку начинает на такие вертикальные квадраты рвать, по-моему, на вертикальные же, да. То есть, он как бы у вас так по диагонали, я не знаю, начинает расплываться вся картинка. Короче, ну, нюансов всяких разных много, но телефон действительно в наше время это очень хорошая правная точка. Далее, после iPhone, я решил попробовать свои силы в фото-видеокамерах. Чисто видеокамеры я не брал, я брал фотокамеры, и тут сразу хочу сказать, что многие видеоблогеры, как я уже сказал, такой контент выпускают и часто советуют какое-то говно. То есть, они советуют какие-то самые максимально бюджетные, бичовские, дешманские фотокамеры с возможностью записи видео, которые максимум, что могут записывать, это Full HD, но, поверьте мне, Full HD для нашей работы вообще не годится, это надо сразу исключать. Нужна камера, которая может хотя бы 4К писать. Почему? Потому что в нашей теме, когда мы снимаем вот какие-то области, там, платы, шматы и прочее, вот-вот-вот, примерно так, вам надо, чтобы, ну, была хоть мало-мальски нормальная детализация. Если детализация мыла у вас, то, соответственно, ну, как бы такой контент не особо интересно смотреть, и люди, как бы, его дропают часто. Именно поэтому многие, кто начинают снимать видосы, снимают реально какое-то говно, и удивляются, почему у них там по 500, по 1000 максимум просмотров, ну, даже учитывая, что там содержание иногда может быть очень даже на уровне. Опять же, люди любят глазами и ушами в первую очередь. Если у вас хороший звук, это, в принципе, спасает ситуацию. Но если у вас звук говно, а видео точно говно, да, допустим, то там не спасет ничего, поэтому надо подтягивать обе составляющие. Про звук тут, на самом деле, можно быстро сказать. Я пользуюсь сейчас петличками Boya M1. Это какая-то более, там, M1 что-то там, получше версии, но, на самом деле, звук у них, ну, можете послушать, какой звук. Он иногда хрипит, пердит, трещит, короче, ну, блин, не знаю. За 1000 рублей это годная вещь, но, на самом деле, я сейчас хочу попробовать получше. Заказал, правда, с Алиэкспресса, по отзывам, клон Schennheiser ME2. Вот, его просто там, Дима Джасноута решил себе купить, но это оказалось вроде не ME2. Короче, долгая история, но там какой-то хороший конденсаторный микрофон. Он стоит, что-то там, полторашку. Вот, как раз хочу его попробовать, что он из себя представляет. Вот, это коротко про звук. Звук для стримов. Вот, я сегодня еще вот эту вот палку-копалку купил. У меня Blue Yeti Nano, по-моему, он тоже там... В принципе, неплохой микрофон, но, блин, он стоит десятку, поэтому можно что-то и поинтереснее найти. Вот, это вдруг, если кому интересно, про микрофон и про звук. Про камеры. Далее, после iPhone я купил Panasonic G6, опять же, по рекомендации всяких разных видеоблогеров, и был максимально расстроен, потому что этот Panasonic G6 при своей стоимости что-то там 8-9 тысяч рублей выдавал качество съемки хуже, чем iPhone. То есть, там было Full HD настолько мыльное, что пару роликов, которые я отснял, в результате они даже не вышли на канал, потому что я сам, ну, как бы, внутренний мой цензор сказал, что нет, ну, это полная помойка, как бы одно мыло, нифига не видно, засвет, и, короче, ну, нафиг. Вот, поэтому долго, точнее, недолго даже думая, в течение, там, недели я купил себе Panasonic G7. Это уже неплохая видеокамера, выглядит она вот так вот. Во-первых, она достаточно маленькая, такая аккуратненькая, там форм-фактор, форм-фактор, там, микро-4 третьих матрица, она маленькая, но, в принципе, ее достаточно. И вот основные видосы, типа, там, вот всяких, а, ну, доп-момент покупки Fujia, я снимал как раз-таки на нее, и видно, что, в принципе, картинка более-менее нормальная. Да, тоже мыло тут попадается, причем я тогда еще не особо парился на тему, там, с игры, так скажем, с диафрагмой, чтобы ее закрывать, открывать, чтобы не было вот таких вот белых засветов, вот, но это все познается уже в сравнении впоследствии. Но, в принципе, я считаю, что вот отправная точка это либо iPhone, но iPhone, единственное, что минус, у него только цифровой зум. Вот, допустим, даже сейчас, на 12-й, да, решил я подснять что-то в увеличении. Я только цифровым зумом могу в три крат увеличить, но сразу видно, да, вот это зерно, мыло какое-то тоже появляется. Короче, детализация сильно падает. Я думаю, что даже вот можно взять плату. Ну, в принципе, нет. На 12-й еще, наверное, более-менее что-то видно, но видно, да, что начинает сильно зерниться изображение. Это, наверное, вот основной минус, поэтому, когда вы снимаете на iPhone, надо учитывать этот фактор, и, в принципе, хорошо будут получаться ролики, которые без увеличения цифрового будут сниматься. Вот. А в фотокамере G7 тот же, там уже есть китовый объектив, который как раз-таки вам начинает оптический зум предлагать, и там уже можно с этим делом играться, то есть достаточно неплохая картинка будет получаться. Но учитывайте, что любой объектив, который умеет в цифровой, фу ты, в зум, вы поняли, какой, да, этот, блин, слово выпало, вы поняли, короче, про что я, будет диафрагмой меньше света получать, то есть картинка будет темнее становиться, поэтому светосила объектива тоже играет важную роль при зуммировании вот таком вот аппаратном условно. Так вот, в результате получается что? Что на G7 я достаточно долго отснимал, камера была вот реально классная, мне она понравилась, и выдавала она картинку в 4К нормальную, и все-все-все с ней здорово, и автономность, короче, все вообще фантастика. И решил тут я было, что надо повышать уровень, квалификацию, сейчас будет даже такой лайт, небольшой обзор Fujifilm XS10. Купил я вот эту вот малютку китовую с этим вот объективом 1855 за 120 тысяч рублей. Продал я свой G7 за 28, и вот этот за 120 взял. И я думал, что я сейчас должен получить просто какую-то уах, какую качественную картинку, уах, какую автономность, вообще все характеристики должны быть выше, но я упустил тот факт, что современные камеры на самом деле дико греются. И, забегая вперед, хочу сказать, что я перед покупкой, разумеется, смотрел, что можно купить. XS10 является младшим братом XT4, там та же начинка, но она не умеет 60 кадров в 4К снимать с битрейтом 10 бит, она имеет максимум 4К 30 кадров, и, в принципе, этого достаточно. 4К 60 кадров для нашей темы вообще нахрен не нужны. Поверьте мне, у вас видосы будут весить там по 20-30 гигов в результате. Я полез на YouTube и начал смотреть всех топовых блогеров, которые занимаются обзором камер. Короче, вот все вот эти вот ролики, все практически, там, штук 10, наверное, первых точно, а там, может быть, и все 20, про настройки, про обзоры и прочее, всех этих чуваков я пересмотрел, и ни одна из этих скотин, просто продажных жоп, не сказала, что эта тварь перегревается. Реально, для меня это было просто как гром среди ясного неба, потому что я посмотрел все, и все ее хвалят, что это видеокамера, созданная для видеоблогеров, специально для съемки видео, что у нее автофокус, автофокус, сразу скажу, полное говно, поэтому не верьте тоже, что она, типа, там, круто выдает, крутое качество и прочее. Причем не только наши, но и зарубежные, в том числе, говорили, что, вах, такая камера, вообще конфетка за эти деньги, потому что без китового объектива она стоит что-то там 70 тысяч или 75. Вот. В результате я вышел из положения, у Сереги на ProHightech выходил ролик про обзор нового Panas GH5M2, и там как раз-таки вставочка есть со мной, где я разобрал этот XS10 и заменил родную термопрокладку, сейчас, чтобы вы понимали, где она там. Давай, Серега, говори. Это что ж такое? Вот. Вот такая вот она была, маленькая квадратик. Я даже думал видосную эту тему снять, но в результате получился просто замену терморезинки, как бы, ну и смысл от нее был. Вот. Ну, вы знаете, у меня бывает такое, что мне все говорят, снимай все, что видишь, но я, мой внутренний цензор иногда не разрешает мне это выкладывать. Вот. Там была вот такая маленькая терморезиночка на ProHightech. Причем, чтобы вы понимали, здесь идет проц, как в телефонах, а сверху еще память микроновская. Соответственно, весь этот бутерброд капец как греется. И вот этот вот маленький кусочек непонятно чего нифига не отводит. Представьте, я Thermalright Odyssey сюда шлепнул, я не помню, какая там полтора миллиметра или один миллиметр здоровую. Представьте, у меня площадь рассеивания тепла пошла и на плату, и на все-все-все. И вуаля! Теперь эта скотина не перегревается через 30 минут сидения в меню. То есть, чтобы вы понимали, она реально 30 минут в меню, то есть я даже не писал видос, и она перегревается и врубается нахрен. И сейчас она спокойно полтора часа пишет, хоть бы хны. И только спустя полтора часа она начинает мигать желтым индикатором температуры, что типа камера что-то поднагрелась, братишка. Но к этому времени я все это давным-давно снял. И вот этот фактор меня очень сильно выбесил. Я просто был вне себя от ярости, потому что какого черта за 120 тысяч купил эту шляпу, она перегревается. И опять-таки продажные видеоблагеры вообще ни слова про это не сказали. Падлы, короче, у меня прям жопа с них горела. Так вот, кстати, я все это пофиксил, и теперь, собственно, про саму камеру. Она действительно выдает очень хорошую картинку. Можете это судить по моим последним, опять-таки, там, пятью-десятью видосам, сколько я уже написал на нее. Действительно ярко, контрастно, резко, детализация хорошая, и все-все-все-все здорово. Родные пленки. Короче, она, я считаю, стоит своих денег, действительно, потому что аналоги, какие-нибудь GH5 можно взять, да, но там матрица будет 4 третьих. Это накладывает некоторые свои косяки, потому что здесь APS-C, матрица, она покрупнее. Но можно гаж, на самом деле, брать, и вообще не парить, потому что он не перегревается. Ну, не так сильно, по крайней мере, потому что все камеры греются. Фулл-фрейм, и брать смысла вообще никакого для нашей темы я не вижу, потому что там оптика стоит просто каких-то конических денег. Вот, я в дополнение купил еще вот этот широкоугольный объектив, он 15 тысяч стоил. Вот, и, в принципе, сейчас вот на широкоугольный снимать вообще, мне кажется, прикольно. По сути, вот, последний видос я снимал на него. То есть, он захватывает достаточно много всего за тобой, и картинка становится более какой-то такой интересной по насыщенности, что ли, то есть, по наполнению. В отличие от Китова, потому что вот он прям жестко все режет, и, соответственно, не так много всего захватывает. Можно, конечно, камеру сильнее отдалить, но это не всегда удобно, не всегда там... А так как я мануальным фокусом пользуюсь, то есть, я не автофокус врубаю, потому что он шакальный просто, это невероятие здесь. Выставляю как раз-таки фокус на себя, и мне удобнее, когда камера ближе. И широкоугольный объектив здесь вообще круто спасает. Дополнительно я купил уже... Это, в принципе, можно на любой фотик купить. Вот такие макрокольца. Называются они что-то типа там X-Mount 11 мм. Стоил вот этот вот комплект из двух колес что-то типа 2500-3000 рублей. Смысл в чем? Если на китовый объектив их набалдажить, то можно очень хорошую макросъемку делать. То есть, прям... Вот там фокусное расстояние, правда, где-то, наверное, сантиметр 2-3 получается, но зато можно приблизить что-то, и, как знаете, цифровой микроскоп, вы прям все будете рассматривать, там картинка будет просто обалденная. Тоже я периодически это использую, но не особо часто. С широкоугольным объективом это так не прокатывает, потому что там фокусное расстояние просто полсантиметра становится, и, разумеется, там ничего вы снять не можете. Вот это из того, что вот я прикупил, вдобавок к этой камере. Еще, конечно, есть заглушка батарейная, батарейка, чтобы от USB питать, но здесь тоже такой фактор, что ее надо питать от мощного зарядника, то есть хотя бы от 2,5-3 ампер, потому что многие там альтернативно одаренные покупали эту заглушку и на Алис жаловались, что камера вырубается, когда они ее от 1 амперного зарядника использовали. Ну, как бы понятно, кто физику прогуливал. Так, что еще? Ну, в принципе, наверное, вот по камере, наверное, это вот топчик за свои деньги для наших вот дел. Вдобавок, если вы собираетесь еще свое лицо снимать, вот ширик докупаете, вот это вообще красота. Макрокольца это опционально, батарейки это опционально, это вся хрень. Ах, да, так как я на iPhone еще пишу периодически вот эти POV-фрагменты, я еще докупил вот это вот крепление на башку. То есть оно вот так вот выглядит, ну и, собственно, крепится, типа вот валя. Кто-то говорил мне, что можно купить какую-нибудь там типа экшн-камеру, типа GoPro, но поверьте мне, вот у 12-го iPhone качество съемки в тысячу миллиардов раз круче, чем у GoPro за 60 тонн. Ну, там не 60, 50, по-моему, он стоит. Вот, поэтому выгоднее вложиться в iPhone, как ни странно. Так, что еще? Что еще я хотел сказать? В принципе, по железу, наверное, это все, да, подытожим, что минимальный старт это все-таки какой-нибудь iPhone, ну, либо Android, если вы шарите, где нормальная камера стоит, чтобы пробу пираток, скажем, сделать. Потом либо доходите, ну, многие до сих пор видеоблогируют, чистый телефон снимает, вот 12-й iPhone, или там 11-й, или 10-й, более-менее нормальная камера покупаете, в принципе, можно все снимать, на это вот попасть, да, что при зуммировании у вас будет картинка сыпть сильно. Вот, и тут, ну, как бы, фотокамера все-таки решает. Видеокамеру я не стал брать, потому что, опять-таки, ну, не знаю, нормальных прям видеокамер я не видел, потому что те же Panas есть, там, и прочее, но, не знаю, вот в такой вот оптике, когда я могу заменить, мне более комфортно работать, потому что я на объективы меняю достаточно часто, да, чтобы был и широкоугольный, и потом такой, с зумом, и прочей-прочей фигней. На замену объективов на видеокамерах, к сожалению, такого нет. Но это, опять же, вкусовщина больше. Теперь я хотел бы, наверное, поговорить, на что, чем я, точнее, монтирую. Изначально я монтировал в Adobe Premiere Pro 20-го года, но впоследствии меня подтолкнули, там, одни знакомые, к тому, чтобы я перешел на DaVinci Reserve, и действительно 17-й, и действительно он в миллиард раз круче, чем вот этот вот Cal, потому что вот это вот логучее, весучее, постоянно какое-то непонятное, там, неудобное говно, оно действительно уже устарело. Вот DaVinci топчик, мне вот прям понравилось. Во-первых, он жрет из коробки MOV-файлы, то есть это формат, на который iPhone записывает, вам не надо их как-то там декодить, для того, чтобы их Premiere сожрал. Вот, это, наверное, основная причина, почему я вообще на него изначально перешел, но потом я понял, что в разы проще на нем монтаж делать, он как-то более интуитивно понятный, короче, ну, не знаю, там и переходы родные, очень прикольные, короче, все сделано для того, чтобы просто сесть, ничего дополнительного не скачивать, сделать видос и закрыть вопрос на этом. Вот, поэтому я вам всем его советую, опять же, понятное дело, что у меня ознакомительная пользовательская версия, как же иначе, просто сейчас хочу показать, там вот, допустим, что я там вчера снимал, да, до сих пор у меня еще файлы остались, ну и вот, и тут как-то все как-то понятнее, все как-то вот, я не знаю, интереснее, все как-то вот, надо вам там переход какой-то, и тут все переходы можно посмотреть, как они будут выглядеть, то есть, в премьере такого даже, блядь, и нет, никогда и не было, и не будет, то есть, вот, хочу я этот перекрестный переход, да, я могу плавно по нему провести и видеть, как он будет у меня на каком-то фрагменте, короче, блин, стоит того, советую сразу учиться в DaVinci, офигачить, причем, под него куча гайдов есть, а премьера, это все-таки, ну, более такая замороченная программа, хотя, блин, ну, не знаю, DaVinci тоже замороченная, но все-таки, потенциал в DaVinci побольше, так, наверное, все, что я хотел сказать, я уже сказал, ребята, вот, надеюсь, что вам это понравится, пару слов в конце, что, в принципе, я замечаю периодически, что некоторые мои знакомые, товарищи и прочие, начинают заниматься съемкой тоже видео, в нашей ремонтной тематике, но проблема в том, что, кроме хорошего оборудования, надо в том числе следить за содержанием, и в то же время следить за своей речью, внешностью и так далее, то есть, я сразу агитирую, что если вы собираетесь снимать видосы, старайтесь сделать их более живыми, не надо сухую поддиктовку с листика говорить, что здрасте, сегодня у меня на ремонте будет, и вот это вот все, но это сухое говно, которое люди уже не едят, им это неинтересно, вот если вы будете живым человеком, какие-то эмоции проявлять, там, интересную историю, еще что-то, то есть, общаться со своим зрителем, то у вас все сразу поплет, потому что есть некоторые люди, которые чуть ли не со мной в одно время начинали вести каналы, и у меня есть некий прогресс, да, собственно, я считаю, что это заслуга, в том числе и качественной съемки, потому что я стараюсь заморачиваться, и как-то разнообразие, какое-то контента, а кто-то просто сухую надиктовку показывает, какой он красавчик, ну, типа, соответственно, и просмотров нет, ни хрена, вот, поэтому, к тому же еще, я уже много раз говорил, что светите свое лицо, люди это любят, и людям комфортнее видеть того, кто им все это повествует, рассказывает, и как минимум в нашей теме это важно, потому что уровень доверия к такому человеку сразу выше, если вы не боитесь, там, за свою репутацию и так далее, вот, на этом, наверное, все, ребят, вот такой вот вышел небольшой обзор, видос на путстве и так далее, надеюсь, скоро увидимся, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok